Подключайте прием платежей по QR-коду в приложении Тинькофф Бизнес и принимайте оплату через телефон или терминал. Откройте счет для бизнеса на тинькофф.ру Получайте зачисления моментально и без комиссии. Тинькофф. Он такой один. Ого. Охренеть. А то я не знал. Я понимаю. Мама решила тебе не рассказывать. Субтитры сделал DimaTorzok такие тут подручные средства всем привет канала слова пацана и эта история уникальна тем что здесь в ролике происходит изменение жизни целой семьи напомню вам мы встретили вот в этом доме парня по имя рома его мама его маленькую сестричку и живут они как вы уже видите в условиях так себе и по сути даже не то что так себе там и жизнь то она вообще ниже просто плинтуса буквально наша цель изменить жизнь этой семьи дать им возможность изменить дать импульс новую жизнь так скажем чтобы они улыбались чтобы мама не унывала чтобы рома был счастлив его сестренка тоже погнали внутрь потому что здесь в истории есть еще один персонаж про который вы хорошо знаете тоже паренек который жизнь тоже меняется с таким нашим вовлечением его жизнь здесь помогает по ремонту роме его семье пойдемте посмотрим что они сделали что вы в прошлых выпусках же видели что тут происходит здесь целый вообще просто масса всего масса работа погнали внутрь а где каски ты как из компьютерных игр ну-ка чуть подальше не чуть поближе вот так вот так хорошо прямо здесь момент начнется выпуск важно вы должны понимать сейчас зрители должны понимать мы приехали сейчас я должен привлечь на зрение вижу здесь происходит здесь много изменений в этой комнате хотя я думал что будет чуть-чуть по-другому это все выглядит но и самый важный момент вы должны понять это что в этом выпуске вот это даже все может вообще просто поблекнуть потому что будет еще один глобальнейший момент в этой истории когда я произносил эти слова я и не предполагал что и в каком масштабе произойдет дальше такого у нас еще не было чё расскажете нам чего как работаешь да что сделали поставили направляющие потолочные начали потихоньку перегородку еще переходить в дальнейшем то что будем делать это заниматься уже водопроводом и электричеством пол уже точно готов если еще раньше он был лишь на половину час он готов дальше все эти направляющие ровно цивы рожащие ты вы полностью сами все делали да это все мы круто что трудно было но поначалу было трудно закрутить в ровно поставить ну как бы не умел вам сказать и более по лазеру это вообще что-то новинка была разная на раза два или три эту стену вообще пересобирал а ты себя почему научил делал что новую знал что можно нового узнать говорит танчу мне нельзя здесь ничего вообще то что это ничего не запоминаешь беру кручу вообще прошу чтобы да а вот эти вот это вот я чуть-чуть здесь и вот это вот я все немного и сделаем неправильно перекрутим потом да ну интересно вообще в целом лучшим дом сеть мой следующий вопрос ты уже опередил кто спросить не жалеешь что поехал не жалеешь нет вообще любишь костра посидеть на огонь посмотреть да нравится а как так случилось что ваша семья стала жить в тех условиях когда вы просто ну по сути боретесь про существование за жизнь но все это начало происходить этого когда можно указать когда мама родила аню и мужчина с которым она была выставил на улицу грубо говоря но спасла тетя нас то есть как бы на пригласила нас сюда ну как бы ухватили за эту возможность и оказались здесь маме было не устроиться работать ну а конечно получала там то что переводилась от государства то тут пособие до пособие на это поначалу как бы и жили после чего за материнский капитал взятут дома тот а были кстати говоря угрозы что вас заберут тебя да были такие ни один раз в основном это было даже угроз поступали не от опеки от людей которые нас окружают же типа вот так он на вас органах опеки нету типа не это вам бы познать жизнь детдомовск что такое часто в семье бывает такое что просто вообще нет денег совсем бывало такие случаи случались но когда не денег ничего нет то есть а магазине то есть ничего как бы не взять допустим без еды как бы приходится сразу как бы меньше есть но больше всего в такие моменты это спасал спасало то что мы выросли на огороде мама сделала закрутки вот вы как характеризуете вот вашу семью спокойно довольно никого нетрудно стараемся не ввязываться ни в какие скандалы ничего а у вас сейчас по финансовой истории по деньгам как чё приходишь какой-то был удалось оформить универсальный на дочку это что что сколько 11 990 12000 то есть еще 12000 у вас дополнительно к тем два года мне отказывали вот ну денежка еще не пришла как бы мы ждем на хорошо а вот если говорить про вычет всех кредитных историй сколько вот они вместе сейчас же получается ну с учетом что денежка придет 14000 то на что вы существует я правильно ваша кредит вы взяли на эту историю большой влезли в него потому что детей могли забрать то есть это вынуждены меры скважин у нас обошла 115 тысяч общая сумма который выбрали какая же понимать просто но все вместе если что снимать это это два кредита в одном банке он списывается сам или вы платите как сам списанец но тело кредит все остаются такой же то есть просто пласть процента у меня так получилось что ноябре меня дочка попала больницу и нет на этого деньги я сняла надо было все для больницы купить там и пошел ну и плюс у вас там алименты переставить алименты переставить на рому 17 лет исполнилось перестали посуду а вы не жалеете что кредит залезли был ли какой-то другой путь не ну скажи по поводу кредита а почему вы решили делать ремонт надо было воду куда вставать ходить но это метров 500 примерно отсюда так как мама физически не способна такие нагрузки ходил я зимой летом да вообще мама как бы мечтала кухне ну и я решил взяться за это попробовать так скажем в какой момент понял что твоя жизнь не сахар наверное начать испытывают после смерти уже отца в лет 13 14 чему-то успел научить чему-то нет для меня много значил вот здесь вот по этой дороге рома ежедневно ходит школу ему только 17 лет думать вообще вся жизнь впереди нужно будет потом устраиваться на работу вообще знаете сейчас говорят что с трудоустройством есть трудности но с другой стороны производства технологичные производства которые сегодня занимаются импортозамещением сообщает что квалифицированных кадров не хватает и я хочу вам рассказать об алабуги это уникальная особая экономическая зона аналогов которой в россии нет они ищут амбициозных молодых специалистов выпускников вузов в том числе без опыта работы свою управляющую компанию в алабуге реализовывается огромного масштаба проекта для всей россии алабуга это абсолютно молодая команда с гибким умом и нестандартными идеями где действительно можно реализоваться каждый месяц алабуга проводит лидерскую программу 100 лидеров это шанс для выпускников вузов молодых специалистов попасть в лучшую в россии особо экономическую зону алабуга и решать задачи мирового уровня в рамках лидерской программы можно пройти собеседование сильно прокачать свои навыки разработать и защитить проект и попробовать себя в бизнес симуляциях я буду признателен вот этим вот будущим специалистами если они разработают какую-то систему которая поможет немножко повысить вот локально температуру вокруг себя потому что здесь тотально сейчас минус 11 у нас градусов или даже 12 вы сможете начать карьеру после знакомства с топ-менеджерами алабуги и тестирование ваших навыков у вас будет возможность трудоустроиться и стать частью топовой команды особой экономической зоны алабуга с отличной заработной платой до 300 тысяч рублей до 9 марта проходит набор на очный этап с 13 по 17 марта который пройдет в республике татарстан размещение и питание при этом абсолютно бесплатно я уж сам хочу туда где моя молодость это кошка я сначала он какой-то еще зверек белый непонятный как ей не холодно смотрю какая шерсть ну да надо такую же не упустите свой шанс построить карьеру мечты с лучшей особой экономической зоной алабуга отбор продлится до 9 марта переходите ниже под этим роликом по ссылкам в описании и оставляйте заявки оставляйте У тебя должно быть все удобное под рукой. Вот, допустим, ты крутишь, да, где-нибудь там. Где надо тут залезть? Ты потом хочешь просто пройти, у тебя трубы, ты сейчас их не используешь, правильно? Нет. И каждый раз тебе нужно вот это. Они даже грязные, видно, что по них уже наступали. Это мы тут немножко назидательную работу проводим, потому что мы увидели, что небольшой беспорядок, который уже мешает ребятам, они тут что-то наступают. Самое название беспорядок не сладко, а просто неудобно. Да, да, да. Неудобно работать. Вот это было вот в железке, а вот это я не знаю больше. Ну, кто сюда привез? Если не ты, то кто? Я не знаю. Ну, ты приносил? Нет, я не понимаю. Ну, очевидно, что ты. Вадим. А, Вадим. Вот я, кстати, да, сейчас, Вадим, ну, нехорошо, реально, ну, просто нехорошо. Нехорошо поступил. Не, ну, я там много что приносил, но мусорил точно не я. Вообще, я думал так, что на данный момент, когда мы приедем, ну, типа, вот эти стены будут сделаны. Я даже удивился, что они, ну, там еще стоят две недели. Вроде, как бы, большой в нем работа, но Вадим мне сказал, что у вас поначалу работалось довольно-то медленно. Почему так? Ну, это, когда он приехал, он еще это многое не знал Серегу, то есть, надо было показать, что-то объяснить, вот. Еще почему так не быстро? Наверное. Чаще ходить в школу. Ну. Это так? Да. Мы знаем, что это так. Вопросы, мы знаем. Ответ с таким же нежеланием? Да. Серьезно? Да. Не интереснее в школе стало, как-то другого отношения нет такого? Да вся школа знает об этом, обо всем. А, ну, о роликах? Понятно, но это прикольно? А то есть, все время все спрашивают, выясняют. Это прикольно? Да. Ну, а с учителями отношения нет такого чуть получше? Ну, особо такого лучше не стало, но расспрашивают постоянно. Типа, что да, как? Хочется, наверное, сказать прям учителям, вы же посмотрите это по-любому. Ну, посмотрите. Извините. Учителя. Я не хотел. Короче, повидав много разных людей, прямо при Роме скажу, Рома классный перенет. Постарайтесь учителя посмотреть на него чуть-чуть, может, под другим вектором. Школу я терпеть не мог. Я ненавидел ходить в школу сам, вообще реально. Это прямо мука для меня была. Ты как? Ну, так. Представим. Вот. Поэтому, ну, есть такой момент, потому что сразу понял, что школа прямо это вот не нравится. Но, видите, с другой стороны учителя, да и зрители тоже, смотрите, ну, стремление к чему-то есть, а это самое главное, важно. Ну, в школу, конечно, ходить надо. Все же. Учиться, блин, надо. Ну, ты что? Да, Серег? Там вот та палка. Где? А, зарядка села. Ты что? Вообще. Может, ты блогер? Все? А? Да? Да. Сейчас заменим. Реально. Прям четко сказал. Прям. Вообще. Видишь? Пустая прям батарейка. Как ваш ребенок отнесся к тому, что мы еще одного привезли? Да нормально. Он такой веселый. Он с Сережкой такой хороший мальчик вообще. Наши появления нормальные старые? Сначала он напрягал. А сейчас с сыном так разговаривает. Мама говорит, ну, идешь же все к лучшему. Ну, я смотрю на сына. Он изменился. Прям огонек в головах. И вот он с Вадимом сдружился, со строителем. Он прям загорелся, загорелся прям. Там что-то одно дымит, е-мое. Вот это. Вот это вот, да. Бамк. Он сырой прям сильно. А хотел бы, чтобы все, знаешь, вот началось с чистого листа. Ну, да. Возникали такие желания неоднократно. Даже пару задумался, почему нет машины времени, чтобы переместиться там, что-то где-то подправить. У тебя мама вообще, она, ну, любит работать, трудиться. Ну, да. Когда появляются возможности, она берется за нее. У нас сейчас возможности нет, так как работать негде. И нужно, чтобы кто-то забирал сестру со школы. То есть проводил ее и забирал оттуда. Продукты обычно какие у вас в доме? Ну, вот были всегда. Курица. Ну, это у родственников, если Нина покупала. То есть, когда в арке работала, с деньгами были менее, было. 15 килограмм за две с половиной. Фрукты, сладости? Ну, фрукты, сладости, это раньше было всегда. Раньше было? Да. Это прям совсем раньше или вот? Ну, вот когда работала. Все было. И печенье, и конфеты все. Если бы не этот конфликт. Там получилась такая история. После ревизии, вот все посчитали, все было хорошо. Звонит мне моя напарница, Наташа, ты должна деньги. Я говорю, вот только после ревизии все нормально было. То есть, было все посчитано уже? Да, все посчитано было. Спустя вот три дня мне позвонили. Оказывается, напарница должна была, вот когда я должна была денежку, вот, я ее отдала. То есть, высчитали зарплатой. Она забыла до конца ревизии эту сумму внести. Вот, и получалось так, что я должна эти деньги. То есть, я их отдала, и я еще раз эти деньги должна. Сколько? Там 1700 с чем-то было. А напарница не хочет это? Нет. Ну, она признает, что это ее? Нет, она даже не признает, что это ее косяк. Ну, там, наверное, не получилось бы работать просто дальше из-за этого, да? Да, да. И за 1714 рублей жизнь, ну, в общем, скатилась вообще вниз, да? А вы вот комментарии читаете? Да, бывает. Ну, сначала как-то обижался, а потом… Обижались на что? Потому что люди, они, саму суть истории, они не знают. И писать о том, о чем не знают. А положительный момент какие были? Вы же тоже их замечали. Писали что-то такое, да, что вам прям вы улыбались, вам нравилось. Да, про детей. Про детей, да? Про Анюту, мы ее писали, ангелочек. Угу. Светится, что дети необычные. Ладно, что нужно сделать, чтобы ваша грусть во взгляде ушла? Ну, знать, что у детей есть будущее. Будущее у детей вы будете счастливы? Да. Обещаете? Да. На этой неделе сейчас произошло еще одно мега важное событие для нас. Вы часто пишете, давайте по два ролика в неделю. Короче, на этой неделе будет два ролика. Точнее, они уже есть. Тот ролик, который вы смотрите, и еще один ролик. Мы сделали, мы пришли к этому, мы сделали еще один канал. Наш второй канал, канал нашей жизни, канал, где будет много моментов, которые не входят в ролики, объяснения ситуации и так далее. Короче, то, что не попадает сюда, будет там. Плюс ко всему, там будет еще много моментов вообще совершенно другой тематики. Ну, не знаю, я думаю, что там будем мы во многом такие придурковатые, настоящие, немножко глупостей каких-то совершать. Пусть нам этого очень хочется. Первый ролик уже вышел. Первый ролик о том, кем мы были до того, как придумали и сделали вот этот вот канал «Слово пацана», чем мы занимались в жизни, вообще как жили. Десять лет моя жизнь была связана с алкоголем, как ни странно. В тот момент я думал, что я ничтожество, это была сильнейшая зависимость. Звоню по телефону бесплатной психологической помощи и, ну, я плачу в трубку. И он лежит, вообще не двигается. Как я его ударил, он упал. Я думаю, что я его убил. И мне как будто кто-то подходит и молотком, да, сзади. Мы расскажем там, сколько стоило денег создать вот такой канал, какой он есть, вот прям реально. И вообще много всяких личных моментов. Поэтому прямо сейчас ниже под роликом имейте в виду, что есть ссылка. И после того, как вы этот ролик посмотрите, переходите и смотрите еще один ролик от нас же, про нас самих. С этого ролика мы стартуем и начинаем дальше. Подписка от вас на новый канал, это мы просто вас умоляем, просим вас. Пожалуйста. Пожалуйста. Мы стараемся, хотим, короче, это творчество, хотим этим заниматься и дальше. Все, мы продолжаем дальше здесь. Момент Х, такой важнейший момент, наверное, в этой истории. Мы хотим, чтобы жизнь этой семьи началась с чистого листа. Висит бремя кредитов. Сумма, на самом деле, огромная. 170 тысяч рублей, наверное, даже больше. И нам хочется... Сейчас зрителям расскажем, да, что мы хотим. Сразу не будем томить, это неправильно, да? Да. Зрители поизнают. Короче, мы хотим закрыть эти кредиты полностью, чтобы кредитов в семье не было совершенно вообще. Здравствуйте. Что это у вас, ушки такие, что ли? Да. Хороший шапчик. По поводу кредитов. А у вас есть договора все вот эти? У меня только через мобильное приложение. Ну, а гасите вы как? У меня списывается. Ну, хорошо, а если вот вы там, не знаю, нужно какое-то действие сделать, там, еще взять или загасить, это как вы? Тоже через положение? Да. Да. Я думал, что это происходит не через приложение. Я вообще, я впервые. Нет, такое... Ну, бывает, наверное. Бывает, наверное. Ну, приложение, наверное, да. Посмотрим. Сейчас, приложение. Давайте. Вы извините нас, что мы с этими этими. Сумма больше. Здравствуйте. Сколько? 318 тысяч? Думаю, серьезно? И плюс 7,6 или что это? Да. Ну, ладно, у вас 400 тысяч кредитов? Охренеть. Мы ехали закрывать конкретную сумму. А она оказалась почти полмиллиона. К такому мы прям были явно не готовы. Конец. Приплыли. Почему вы говорили 107? Вы же знали, что это 307. Я не хотела говорить полностью. А почему? Когда люди слышат такое. Это вы разом взяли? Или у вас накопилось? Это уже этот был, как он решен, рефинансирование. А это объединенный. Я вообще что-то удивлен. Охренеть. Эта ставка почти 20 процентов, я так понимаю. А как давно вы брали? Это год-полтора. Нет, у вас еще есть, да? На 28 еще есть. 300. Надо было дроватку. Это на дрова 28 тысяч. 318, плюс 76, плюс 28, 400, 28 тысяч. Ты можешь охренеть просто. Я немножко охренел от всей этой истории. Да не только ты. 170. Ну почти полный миллиона тут. Ну 400. Чопнишься вообще. Эта. Да. Слушай, а ты знаешь, что ты мамы на какую сумму кредита? Точную сумму не знаю. Примерно. Ну ты как думаешь? Ну около 200, наверное. Знаешь сколько? Больше 400. А то я не знал. Я понимаю. Мама решила тебе не рассказывать. И наверное вообще никому, да? Не рассказывал. Ладно. Прошу ли тебе рассказать как главе семейства? Мы чуть отъехали, где ловят связь, потому что там около дома у нас вообще ничего не ловят. Вот. Сейчас сделаем пару звонков. Сначала хочу позвонить к Андрею. Юрист, который нам проконсультирует немножко по... Можешь позвонить тогда в МПЦ? Если не возьмет, то в МПЦ отберем. Так. Так. Куда позвонить еще? Так. Ну давай может еще раз ему позвоним. Ну если... Андрей, если ты не возьмешь в этот раз... Андрей, если в этот раз не возьмешь в этот раз, а не в МПЦ. О. Алло. Да. Да. Привет. Привет вам. Вопрос в следующем. Тебе удобно? Нормально? Да, да. Смотри, у нас спонтанная срочная ситуация. Мы... Ну короче у героев наших роликов есть кредит на сумму 400 там с копейками тысяч рублей. На всякий случай звоним тебе, как специалисту, понять. Я слышал, там есть процедура банкротства. Насколько я знаю, что банкротство это... Это как физических лиц, да получается? Да, банкротство физических лиц это такая, ну так себе история. И лучше ее избегать, но в общем хочется твое мнение услышать. Ну я с тобой полностью согласен. Во-первых, это не сказать, что рационально, потому что процедура банкротства это довольно дорогое мероприятие. Насколько я знаю, стоимость этой процедуры, по крайней мере на рынке Москвы где-то 200-300 тысяч рублей. То есть при долге 400, оно особо смысла никакого не имеет. Кроме того, это длительная процедура, там от полугода, я думаю, может быть даже больше. И имеет негативные последствия. То есть там может быть много негативных последствий, я все их сейчас тебе не скажу. Но такие основные, из самых известных, это то, что три года нельзя будет занимать никакие руководящие должности нигде в юридическом лице. Да, там за три года никто не знает, как жизнь повернется, может быть оно понадобится. А пять лет нельзя будет вновь оформлять процедуру банкротства. И самое, наверное, неприятное для тех, кто оформляет кредиты, это что в течение пяти лет человек будет обязан потенциальным кредиторам, то есть банкам, сообщать о том, что он ранее не обязал процедуру банкротства. То есть, ну естественно, я 99,9% уверен, что если это сообщить, ни один банк кредит больше не даст. То есть о кредитах, скорее всего, после этого придется забыть. То есть, кажется, кредитная история это портит прям жестко. Да, конечно. Понятно. Но кроме того, с моральной точки зрения, мне кажется, деньги брал, брал, верни. Мне кажется, это правильно. Эта ситуация, признаюсь, выбил нас из колеи. Необходимость принять правильное, быстрое решение. Невозможность покрыть такую сумму в момент. Все смешалось в моей голове. Он мне дверь открыл. Я не знаю, что она заперта, я просто взял и... Слушай, ну на самом деле тебе нужно что-то с этим сделать, потому что теперь все знают, как открывается эта дверь. Придумайте другой замок. Что, как у вас тут работа? Нормик? А? Делайте потихонечку. Смотрите, он затихал. О, ты... Красава. Табуретка клевая. Ты делал? Молодец. Маму позовешь? Маму позовешь? Угу. Наталья. Рома. Смотрите. И Сережа тоже. Во-первых, мы хотим вас с кем познакомить сейчас. Просьба с нами чуть тут отъехать недалеко. И предоставить вашу младшую дочку Сереже как няньке буквально на чуть-чуть по времени. Хорошо? Угу. Хорошо. Ну просто куртку оденьте тогда и поедем с нами. И телефон возьмите для связи, чтобы было. Ром, ты первый садись. Чтоб удобнее тебе было. Ну, началось. У вас связь-то где-то начинает ловить? Я не понимаю. Связи нет. А у вас у тебя ловят? Теперь нет. А у вас, Наталья, связь? Нет. У меня вот телефон вообще третий. Да. То есть, у вас хорошо ловят, да? Почему? О, ЛТЕ. Связь ловят. Сейчас, секунду, потому что не сразу пришло. СМС? Да, по работе. Сейчас, сек-сек-сек-сек-сек-сек-сек-сек-сек-сек-сек-сек-сек-сек-сек-сек-сек-сек-сек-сек. Ловится. А у вас что? У меня 4G. У меня 3G. Можете зайти в приложение банка? Ого! Ни слов нет. Рома, не понял, что произошло. Понял? С чистого листа давайте начнем жизнь. Мы не ожидали, что такая большая сумма, честно сказать. Но наше намерение это никак не повлияло. Давайте прямо сейчас возьмем и закроем всю эту историю. Там есть такая кнопка, я увидел у вас приложение. По-моему, это погасить досрочно, да? Я даже не знаю. Слов нет. Может, вы сами посмотрите. Давайте. Погасить досрочно. Так, полное погашение кредита. Давайте вы нажмете вот эту кнопку «Заветно». Давайте посмотрим. Продолжить? Да. Я соглашаюсь с условием. Подписываю условие о досрочном погашении кредита. Подтвердить. Мы закроем кредит до конца дня. Тут написано. Теперь берем вот этот кредит, который чуть поменьше. Дальше. Осталось еще один маленький. Будем так называть его дровный кредит. За дрова, который был. Погасить досрочно. Ну, давайте. Заключительный аккорд. Ром, давай ты нажимай. Вот эту последнюю зеленую кнопочку. Все. Ну, Фаффин, спасибо. Да, в принципе, наверное, и нам-то и так не особо есть за что, но в каждой истории, в которую мы попадаем, а историй много. И многие истории не попадают в кадр. Мы всегда обращаем внимание на взаимодействие между членами семьи. То, что мы увидели за то время, пока мы с вами знакомы, в лице Рома, тебя, в лице вашей дочки, нам кажется, что вы достойны для того, чтобы начать эту историю с чистого листа. И вместе погнали в новую жизнь. Согласны? Да. Все. Поздравляю. Спасибо большое. Спасибо. Да, в принципе, все. Мы поедем уже, наверное. Нам долгий пыпер стоит Москву. Да, просто. Давай, дружище. Будь все хорошо и заново. Давайте. Все. Очень-очень мне нравится это выражение с чистого листа. Это прям здорово. Все круто. До встречи. Мы еще приедем. Все. Давайте. Пока. До встречи. Честно говоря, у меня тоже небольшой ступор. Какая-то радость и волнение в моменте. Я вообще там вот это вот нажатие вот этого сенсора, вот это вот прикосновение одно. Я прям вообще супер переживал. Но прикосновение меняет их жизнь на самом деле. Да. Это так. И глобально это, наверное, не наверное, я совершенно точно. У нас были истории с закрытием кредитов в нашем канале, но это самое масштабное, самое большое, даже для нас получилась неожиданная история. Фух. Вам, зрителям, большущее, огромное спасибо за просто вашу поддержку, за ваш просмотр и поддержать наш канал истории. Да вы сами все видели. Вот такого рода можно просто ниже под роликом по ссылке и стать постоянным спонсором нашего канала. Нам это дает возможность вот так в моменте делать даже вот такие глобальные истории. И, не знаю, мы сами кайфуем от этого. Вот. Все. Короче говоря, большущую вашу поддержку. Вот если вы нажмете на кнопку подписаться и быть слить за нашими новыми выпусками. Каждую неделю они у нас выходят. Совершенно случайный день недели. Колокольчик. Не забывайте тоже нажимать, чтобы уведомления не пропускать. И на следующей неделе новый классный ролик. Все. Мы прощаемся с вами со всеми из этого туманного места вообще. Сейчас будем отправляться в сторону дома. Всем пока. Пока. Серега, ты что за рулем что ли? Привет. Ты что за рулем? Ну да. Красава. Здесь я тоже видел. Привет. Приехал Сережа. Сережа здесь недалеко живет. Приехал. Реально. Ты что за рулем проехался? Да. Уехал. Слава считай. Виктор наш зритель помогает нам здесь. Мы так не говорили про это. Короче, Сережа здесь немножко живет. И Виктор Сережу подвозит сюда. Сережа не живет здесь. Не ночует. Ну что, готов к работе? К трудообороне? Ну да. Рома дома. Давай приступай. В путь. Новая работа сидит. Что, больно было? Я ездил. Давай, мы еще приедем. Мы приедем. Давай еще все равно. Дай Байден. Ну еще сцена после титров. Но на этот раз еще раз напоминание, что мы сделали второй канал. Слово пацана 2.0. Он уже есть. Ниже под этим роликом ссылка. Переходите. Подписывайтесь. Смотрите прямо сейчас еще один ролик про нас. И еще раз скажу самое главное. Подписывайтесь туда. Вы наши зрители. Мы будем стараться для вас вдвойне. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До следующей недели. До следующего выпуска и на этом канале. И там тоже будем бомбить контентом. Пока.